Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхем! На этой неделе мы изучаем сразу две недельных главы. Это недельная глава Ницавим и Вейлех. И особенности этих двух глав, так же как и двух последующих глав, заключаются в том, что по традиции считается, что все эти слова были сказаны Машерабейну в последний день его жизни здесь на земле. И, конечно же, обращаем внимание на то, что Машерабейну в этот свой последний день не думает о себе, он думает о народе израильском. И он хочет им сказать какие-то слова, которые, как он понимает, будут последними для них из его уст, но очень важны, очень значимы. И он очень хочет донести их до народа Израиля. Итак, вот с этими мыслями и настроем, давайте прочитаем с вами первый стих. Дворим, глава 29, 9 стиха. Здесь записано. «Сегодня все вы стоите пред Господом Богом вашим, главы ваших колен, ваши старейшины и стражи, каждый человек из народа Израилева, ваши дети, жены, переселенцы среди вас от дровосека до водоноса. Вы вступаете в союз с Господом вашим Богом, союз с крепленным заклятием, союз, который Господь Бог ваш заключает с вами сегодня, чтобы сделать вас ныне своим народом, а он станет вашим Богом, как он и обещал вам, как и клялся вашим отцам Аврааму, Ицхаку и Якову». Итак, очень интересный момент, что наша недельная глава начинается со слов «Стоите вы сегодня пред Господом Богом вашим». И толкователи обращают внимание на то, что здесь Моисей говорит со всем народом, но он использует множественные местоимения. Это может быть не так заметно в переводах, но если мы читаем это на еврейском языке, то это абсолютно очевидно. Почему? Потому что к каждому обращению прикрепляется множественный союз, то есть он говорит об предстоящем пред Ним народе как бы во множественном числе. И он, собственно, и перечисляет, что это и дети, и жены, и переселенцы. То есть он дает нам понять, что в данный момент перед Ним стоит большое количество людей, и эрефрав, как это называют священное писание на еврейском языке. И это самые разные люди. В том числе среди них есть и язычники, которые вышли, и их потомки, которые вышли из Египта вместе с израильским народом. Мы с вами, собственно, знаем, что еврейский народ долгое время не был народом как таковым. Мы знаем, что у Якова было четыре жены, от каждой из которых рождались дети. И когда они пришли в Египет, это, собственно, была семья, но они не были едиными. Мы с вами знаем также, что далеко не все евреи вышли из Египта, и в Священном Писании, и тем более в традиции еврейской есть немало намеков и указаний на это. И вместе с евреями из Египта вышли еще и другие. И всех этих людей, я говорил об этом многократно, объединяла одна очень важная вещь. Объединяла вера. Вера во что? Вера в бога Авраама и Цхака Якова. Но, живя в пустыне, живя, когда у них перед глазами были и огненный столб, и облака, и скиния, и чудеса, и знамения, и так дальше, верить в существование Бога несложно, когда вокруг столько много проявлений. О чем же здесь идет речь? Речь идет о вере в обетования, которые Бог дал Аврааму и Цхаку Якову. И именно поэтому мы с вами и читаем, что Машера Бейну упоминает об этом в нашем отрывке. И обратите внимание, что вы вступаете в завет с Богом вашим, союз, скрепленный с заклятием, союз, который Бог ваш заключает с вами сегодня, чтобы сделать вас ныне одним народом. И здесь мы видим с вами в еврейском языке меняется язык. Почему? Потому что Машера Бейну начинает говорить о народе уже как о едином организме, коим они в его глазах, безусловно, должны были стать, войдя в землю обетованную. Однако мы с вами знаем, что так не произошло. Народ никогда, в принципе, не был единым. И на какие-то короткие отрывки их объединяли те или иные цари. Но в целом народ всегда имел розни между собой, воевал. Почему? Интересно, что в еврейской традиции Моисей называется Машера Бейну, что значит Моисей – учитель наш. Есть еще один человек, по отношению к которому на страницах Священного Писания мы встречаем такое или подобное обращение. Мы с вами знаем, что к Ешуа не раз на страницах Нового Завета обращались Рабейну. или Рабуни, что, в общем-то, эквивалент, даже говорят, что еще более высокий. Однако в традиции еврейского народа, говоря о Машеяхе, принято говорить не Машеях Рабейну, а Машеях Циткейну, что значит Машеях – наша праведность или наша святость. То есть, во-первых, это более высокая Рама, как говорится, более высокий уровень, с одной стороны, а с другой стороны, Машеях принес нам не просто учение, учение – то же самое, Тора, но он дал возможность стать едиными, чего не мог дать Моисей своему народу. Моисей был учитель. Надо заметить, что слово Рамин, безусловно, гораздо более высокое, чем учитель, и в силу того, что Рабаним имели такое обучение с народом, все время жить, они учили другими словами, не только словами, но и примером. Машеях точно так же делал, но помимо этого он еще смог это сделать, объединить народ на основании чего? На основании веры. Веры во что? Есть очень многие люди, которые верят в нечто такое абстрактное, существование Бога, какой-то глобальной силы, которая управляет этим миром. Я много раз говорил и буду повторять, что это не вера. Вера – это доверие Богу, вера – это осознание или подчинение Божьим планам, его решениям и уверенность в исполнении его обетований, в том числе тех обетований, которые он дал Аврааму, Ицхаку и Якову. Именно поэтому, и мы с вами читаем, Шауль пишет так, что в Машеях и Ищуа, в Иисусе Христе, обетования Авраамова открылись и для язычников – это те же самые обетования. И вот вера в это и объединяет нас. Меня всегда восхищает, вот я уверовал уже взрослым человеком, уже жил к тому моменту самостоятельно в Израиле, и я видел разные в своей жизни, не собираюсь это перечислять, но с тех пор, как я уверовал, меня восхищает, как очень часто мы встречаемся с людьми такими же, как мы по вере, и даже если они видят нас впервые, они воспринимают нас, как близких родственников. То есть, ну, собственно, у меня так даже не всякий родственник меня так воспринимает, как эти люди. И я понимаю, что это чудо, которое мог сделать только Машеях святостью своей. Но есть единственный способ быть частью этой большой семьи, объединенными в этот народ – поверить в то, что обетования еще, обетования Авраамовы, любые другие обетования Божьи, обязательно исполнятся. Вот такая мысль, навеянная сегодняшней недельной главой. Да благословит вас всех Господь! Салам Алейхм!